В Санкт-Петербурге прошла встреча с настоятелем храма Ксении Петербургской, батюшкой Александром Парамоновым и его супругой. Встреча стала важным событием для православных петербуржцев, ведь отец Александр и матушка Лия прилетели из Австралии. Даже анонс был нестандартным. Православие вверх ногами. Наши корреспонденты в полной мере оценили живой интерес к жизни православных в далекой Австралии. Матушка Лия ведет блог в соцсетях, в Телеграм в частности. Матушка Австралия, в котором она рассказывает о событиях церковной и семейной жизни, об особенностях природы, быта и общения в Австралии, о заботах многодетной мамы. Это достаточно важно для меня. Я вижу своих подписчиков, для кого я рассказываю, чтобы мне понимать, что им может быть интересно, как я могу быть им полезна, что еще можно рассказать, как можно улучшиться. И важно для них, чтобы они, это не просто было какой-то, как Санта-Барбара, который идет там по экрану и люди там играют, что они понимали, что я не играю, я действительно показываю свою жизнь. И показываю не только свою жизнь, я не просто там блоги, реалити-шоу, а я рассказываю, как я чувствую православную веру, какая может быть матушка, как может быть жизнь в Австралии на чужбине. И я думаю, что это взаимная польза. Надеюсь, взаимная польза. Но с моей стороны, для меня это точно полезно. Познакомиться с моими друзьями, я не называю их подписчиками, они мои друзья. Я их знаю, они мне пишут, я им отвечаю. С друзьями лично потрогать их, пообниматься, поцеловаться и попсотографироваться. Пока есть такая возможность, потому что у такой возможности она очень маленькая, маленький, по международному времени мы в России. Тема стала столь интересной, что подписчики, которых матушка Лия справедливо называет друзьями, нашлись не только в Австралии, но и во многих странах и, конечно, в России. Встречи прошли в Москве и Петербурге, ведь до 2010 года Лия жила в северной столице и даже не представляла, что может переехать на другой конец света. Я выросла в советской семье, мы в храм ходили, на Рождество и Пасху. Я помню свою первую исповедь, как было страшно, маленькой, ну, подростком. Нет, мне казалось, что матушка становится тем, кто, наверное, вырос в такой духовной, в семье духовенства, в таком сословии, и вот там становится матушкой. Отец Александр Парамонов рассказал об особенностях служения. Небольшой приход не может содержать священника и его семью, поэтому отец Александр, как и другие священники, работает на светской работе. В медицинском колледже он проводит собеседование с кандидатами, которые хотят посвятить себя работе на скорой помощи. Но главным было и остается служение Богу, несмотря ни на какие сложности. Почему-то мне чувствуется преданность не только прихожанам, которые сейчас являются в этом приходе, который мне назначен окремляться духовно, но место, где я всегда в своем голове мечтал жить. Поэтому, зная все мои многие слабости на Господе, наверное, поэтому в это время жизни назначен, да, Бог даст, чтобы как-то пользу принести, может быть, на короткой мере, может быть, до последнего вздоха, кто знает, но я буду стараться всей силой, чтобы успешно выполнять то, что надо. Вопросов было множество. Это был живой разговор. Невозможно в коротком репортаже рассказать о всех темах этой беседы, ведь она длилась больше двух часов, а потом еще долго не могли разойтись по домам участники встречи. Ведь в наше сложное время так дорого человеческое общение. И не только в соцсетях.